Физкульт привет, друзья и ученики! Несмотря на то, что последние мои видео и статьи были о периодизации, и на то, что я не раз уже делал отдельные выпуски и в видеоуроках, и в статьях о периодизации, и регулярно упоминал о ней в других темах, сегодня мы с вами продолжим говорить о периодизации. В предыдущий раз я говорил о периодизации как о единственно грамотном способе постоянного прогресса в росте силовых показателей и мышечной массы, и при этом как о способе, уберегающем нас с вами от перетренированности. А вы помните, что перетренированность – это главный враг роста массы и силы, да к тому же и всего нашего здоровья в целом. Сегодня мы поговорим о еще двух очень важных моментах о тестостероне и гармонии роста, и о том, как они связаны с периодизацией. Для начала давайте освежим нашу память, а если кто не знал, то пополним наши знания, важнейшими нюансами касательно тренинга и его влияния на выброс двух самых важных гормонов для нашего с вами прогресса. Силовой тренинг с относительно небольшим количеством повторений в подходе и отягощениями, приближенными к разовому максимуму, способствует выбросу тестостерона. Тренировки же с большим количеством повторений, особенно когда мы с вами работаем в статодинамическом режиме, и весами в 30-60% от разового максимума, способствуют выбросу гормона роста. Другими словами, силовой тренинг способствует выбросу тестостерона, а тренинг в режиме пампинговой накачки гормона роста. Понятно, что для выброса каждого из необходимых нам как воздух гормонов необходим свой особый режим тренинга, иначе мы будем просто обкрадывать сами себя. Вот почему я утверждал, утверждаю и всегда буду утверждать о наиважнейшей значимости периодизации для натурального тренинга. Я устал отвечать на вопросы, что якобы тот или иной блогер, или атлет, или еще кто-то говорит обратное, и отрицает периодизацию вообще, или как-то по-другому ее интерпретирует. Друзья, я для того и пишу свои статьи, и снимаю видеоуроки, чтобы донести до вас свою точку зрения, и спрашивать меня, что я думаю о том, что говорят другие, или как это прокомментирую, как минимум глупо. Ведь вы только что узнали, что я думаю, либо из видео, либо из статьи. Повторюсь, периодизация, основанная на циклировании тренировочных режимов для каждой отдельной мышцы, на каждой для нее новой тренировке, по типу различия мышечных волокон, это единственно верный путь для натурала. И если кто-то утверждает обратное, то он либо на фармакологии, либо не понимает в нашем деле ровным счетом ничего, либо хочет навредить вам, или он просто одарен свыше нереально высокими уровнями гормонов, и относится к небожителям. Любого нормального человека линейное повышение весов, повторений, изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, и не дай бог, из года в год, загонит в такое жесткое состояние перетренированности и плата, из которого будет крайне сложно выбраться, если вообще возможно. Я, как и многие другие, 25 лет назад, когда только начинал тренироваться, поступал точно так же. Было мало информации, были такие люди, типа плюшевой бороды, которые говорили, что нам нужно валить, валить, и как можно больше валить, ни о чем не думая. Естественно, все это приводило в крайне жесткую перетренированность, утомляемость. При этом я и учился, я и работал. Представляете, насколько серьезно я сам себе мешал в прогрессе, как роста массы, так и силы. Все, друзья, у вас перед глазами, поэтому думайте, размышляйте, анализируйте, и вы сами придете к правильным, единственно верным выводам. В следующий раз я дам вам рекомендации по поводу тестостерона и гормона роста касательно их суточных выбросов нашим организмом и питанием, а также тренингом, связанным с этими выбросами. Не пропустите. Уверен, что еще никто никогда не давал вам рекомендации именно через данную призму. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok